огромный всем привет я опять здесь в кафе хоть я же забыла в прошлый раз показать вам производителя этой фарфоровой картины вот здесь такой такое клеймо вы конечно не очень хорошо видно потому что она как бы немножко закоптилась может быть она эта картина висела над камином поэтому здесь такое как бы прожженное пятнышко есть но видно что фабрика которая изготовила эту картину это эйдлштейн бавария и вот здесь еще есть сверху номер так сейчас я переверну вот это номер я не знаю это наверное номер или формы или изображение и по клейму то что я нашла в интернете эта картина изготовлена между 1929 и 1972 года потому что в семьдесят втором году эта фабрика прекратила существование под этим именем эйдлштейн фабрику все оборудование купила английская фирма я забыла название но короче я так поняла что все оборудование уехала в англию одна моя зрительница написала мне про то что эту гравюру любил адольф гитлер и сопоставив время изготовления то есть возможность с 1929 года я прямо даже думаю сейчас а вдруг эта картина изготовлена еще во время правления гитлера все может быть я не знаю может быть ездят на такие такие фарфора которые скажут мне что-нибудь об этом да и что хотел еще сказать я считаю что все вы правы насчет этого абажура кто мне написал что ну никак он не вписывается сюда и вообще я когда его даже вешала если честно у меня было чувство какой-то неловкости но хотелось быстренько убрать вот эту голую лампочку повесить что-то и я первое что попалось мне под руку салфетки в общем-то в общем короче плохо я знаю ну я порылась своих и бахрома закромах бахромах хоть не знаю что это у меня закромах своих порылась и нашла вот такую лампу тоже она старая очень я ее привезла еще из Голландии вот посмотрите она такая тяжелая какая-то кованая и вставки есть из такого желтого стекла и фарфоровые или керамические наверное керамические такие вставки с ручной росписью это голландская лампа и я думаю повесить ее сюда вот так она выглядит правда я хотела бы чтобы цепочка была чуть подлиннее с другой стороны с такой короткой цепочкой никто по крайней мере головой не будет биться об лампы как у нас часто бывает не вот в этой стороне тоже пришлось вот эту лампу плетеную повесить повыше потому что люди реально бьются головами ну так вот когда встают так что напишите мне как вам эта лампа хорошая это альтернатива или нет мне кажется что вполне себе она здесь подходит в интерьер вот оставлю пока здесь и как только будет возможность мне ее повесить сюда покажу еще чуть поближе вот такие медальон чеки здесь керамические с розами и такие вставки из такого желто-коричневого стекла девочки хотел еще вернуться к этим картинам которые я нарисовала я так поняла что я как-то неправильно выразилась или что-то в этом роде ну хоть я их нарисовала получается сама но я их раскрашивала то есть это такие картины где уже как бы расположен сам рисунок как бы расположен сам рисунок расположены такие участки сейчас я покажу поближе и они пронумерованы и каждому номеру соответствует определенный цвет и вы закрашиваете эти участки кисточкой и красками и получается вот такая картина то есть это не картина в понимании как написанная картина это раскраска я поняла что многие как-то относятся к пренебрежения к такому занятию но я совершенно не вижу ничего плохого в этом это такое занятие довольно интересное ведь все мы немножко дети в душе и в детстве я например очень любила раскрашивать картинки это такое занятие которое снимает стресс расслабляет как бы скажем опустошает вашу голову когда она забита какими-то заботами и неприятными мыслями и почему бы этим не заниматься и взрослому человеку я не знаю не вижу ничего предосудительного и плохого в этом и чем хуже это занятие например вышивки по размеченной схеме или вязанию по схеме из журнала или когда вы шьете себе платье например сделав выкройку перерисовав выкройку из из какой-то книги или журнала я не знаю это тоже такое же творчество по схеме как вышивка вязание шитье а вот этот рисунок да он сделан мной лично без шаблонов вернее с природным шаблоном с натуры веточки герани которые растут у меня в саду иногда я рисую что-нибудь я не училась нигде поэтому не знаю судить строго меня тоже не имеет никакого смысла мои детские рисунки вот карандашом я уже как-то говорила что у нас в Германии было наводнение в 2013 году которое принесло много бед и разочарований и вот одно из моих разочарований это то что у меня утонули все мои рисунки сделанные до 2013 года рисовала раньше я намного больше чем сейчас сейчас я вообще почти не рисую уже и не только потому что мне не хватает времени но и зрение стало у меня намного хуже появилась старческая дальнозоркость в очках не знаю у меня глаза просто болят и ну рисунки у меня просто все упали со стеллажей во время наводнения у меня стояли коробки на железных стеллажах но вода пребывала с такой силой что я думала что ничего с ними не произойдет но они просто их просто смыло в том числе мои фотографии фотографии моих детей негативы все это тоже на 80 процентов книги которые у меня были в общем короче даже вспоминать пары рисунков мне удалось вытащить там из общей кучи например вот эти вот тюльпан но видите в каком он состоянии потому что она тоже все имеет следы следы наводнения вот эти тюльпаны я рисовала тоже с натуры букет ну они уже конечно видите уже краски все поменяли и все ну вот это тоже но показывать действительно даже нечего потому что все это здесь я закрываю просто свою фамилию не хочу ее публиковать ну в общем короче одно расстройство ну есть еще и рисунки но я даже не хочу их показывать потому что ну даже это не стоит вашего внимания ну вот как-то так тема рисования конечно я думаю что я буду продолжать свое хобби рисование когда у меня будет соответствующее состояние души вот как я выразилась ну раз уж дело зашло про хобби рассказывать я немножко порылась у себя по сусекам поскребла нашла пару вещей сделанных моими руками в том числе вот это платье это не кукольное платье это платье я шила своей доченьке в далеком 2004 году вот у меня сохранилась только парочка вещей которые я для нее шила вязала я вязала тоже раньше много для обоих детей для сына тоже ну вот такое платьице сохранилось у меня нашла пару вышивок крестиком тоже дела прошедших лет эти вышивки кстати у меня тоже побывали под водой в наводнении ну я их отстирала вот вот ну так они у меня лежат еще никуда я их не применила вот с этого можно было бы сделать подушечку пока лежит все ждет своей своего часа вот такая вышивка венок вот еще игрушечка такая такая мягкая игрушка и одновременно это сиденье такое на нем можно сидеть на этом пингвинчике шила я его своему сыночку давным-давно уже вот он какой мягкий набивной такой пингвин дети мои играли с огромным удовольствием сидели таскали его сейчас все другие дети которые к нам в дом попадают с ним с ним играют носятся с удовольствием на нем сидят решила я заварить чай из детства спасибо одной моей зрительнице Оле которая напомнила мне про чай но она написала про себя конечно заваривали листья смородины как чай я тоже так делаю но я вспомнила благодаря этому комментарию что в детстве мы заваривали еще чай из больших ингредиентов не только из смородиновых листьев но по крайней мере я помню три из них и мы заваривали этот чай когда ездили на покос или когда ездили за грибами за ягодами на природе на костре ну и вот конечно же первый ингредиент это смородиновые листья сейчас я их сорву у нас сегодня ветерок так и оказывается все эти растения они у меня в общем то растут я про них вспомнила так здорово интересно будет это тот самый вкус из детства или нет ну вот кстати прохожу сейчас у меня здесь малинка растет маленький кустик прижился в этом году надо же здесь еще малинка а вот и второй ингредиент это называется орегано орегано но в сибири это растение называлось душница ну можно называть душица то есть смотрите девчонки я об этом даже не знала я не знала что мы собирали дикорастущий орегано в сибири и заваривали его в чай вот это и есть душница так говорили мои бабушка с дедушкой душница вот это душистая травка прелесть из семейства мятных сейчас сорву несколько соцветий себе для чая вот ну раз уж мы проходили мимо надо заодно объесть малинку а то что у нас рависит только бы какое-нибудь насекомое не съесть вместе с ягодкой а вот еще один недостающий ингредиент для моего чая вот это растение в сибири его называли белоголовник но я знаю что это таволга вот такая прелесть и сейчас я сорву несколько соцветий для чая запах просто такой знакомый из детства какая прелесть даже жалко рвать сейчас я еще одну веточку сорву вот эту наверное какая красота по-моему это только единственный кустик надо будет рассадить как-то его чтобы его было больше для этого благоловника кстати здесь растет тоже очень интересное растение очень редкое вот это название забыла правда но это по-моему какое-то семейство орхидей по-моему что-то типа этого где-то я читала вот такая красота около воды около воды здесь прелесть ну вот все ингредиенты для чая помыты сейчас заварим чай из детства так стекло сразу запотело вообще в детстве этот чай варили в котелке варили в котелке на костре так что не знаю что получится посмотрим расскажу вам вкусно было или нет ну что настало время попробовать чай попробовать я его буду вот в этой красивой чашечке старинной столетней вот мой чаек там цветочки плавают запах я должна вам сказать слегка лекарственный немного меня настораживает вы посмотрите рисунок это ручная роспись ну что я вам скажу вкус тоже какой-то слегка лекарственный какое-то у меня было воспоминание какое-то у меня было не совсем такое такого вкуса говорю вам честно поэтому я не могу сказать что я прямо советую вам сделать такой чай и с цветами и с цветами орегано таволга и листьями черной смородины но что-то такое отдаленное из детства есть немного в любом случае я попробовала его сделать ну ладно пусть мои детские воспоминания лучше останутся такими какие они есть этот чай не совсем похож на то что я помнила из детства но не будем огорчаться этому на этом я прощаюсь с вами желаю вам всего самого-самого хорошего здоровья и до новых встреч пока-пока пока